КОРОЛЬ ТАНЦУЕТ Покровитель изящных искусств, один из неофициальных титулов «Короля солнца» в время его правления, эпоха барокко, золотой век в танцевальной музыке. Французский монарх сам отлично двигался. Например, постановка «Балет ночи» длилась 12 часов. Начиналась с захода солнца и продолжалась до утра. Состояло из 45 танцев, пять из них исполнял сам король. Самая известная его партия – Аполлона. Премьера как раз ее и включает. Очень много этой изысканной куртуазности, которая была присуща этой эпохе, этому времени, и где именно в такой куртуазно-изысканной форме, зачастую достаточно глубоко зашифрованной, например, в танце, когда человек мог признаться в любви. Существовала система записи хореографического рисунка, довольно точная, так что тот танец, который мы видим, совпадает с оригиналом. Костюмы для балета король танцует. Шелезь по канонам первоисточника, так что выступление – достоверная историческая иллюстрация. Итак, мы видим даму-такой, какой видела ее только камеристка. Туалет знатной дамы 18-го столетия занимает несколько часов. Мережковский пишет, что и перед пиротицей Екатерина II жила в великой скромности, и у нее не было горничной. Она сама затопляла себе камин. Камин она, может быть, и затопляла, но без горничной дамы 18-го столетия одеться никак не может. На даме надеть корсет, изящные панталончики, чулки и золотые туфли. И вот это замечательное панье, как вы увидите в течение концерта, дам в пышных юбках. Эти объемы создают вот эти замечательные имовые корзинки. Отметим, что к театру исторического танца «Малый трианон» большой интерес испытывает публика Европы и стран Балтий, где он в основном и выступает. На родине, за пределами родного города, театр почти нигде не бывает. Так что, благодаря фестивалю, пермский зритель, можно сказать, стал первооткрывателем необычного коллектива. Полина Рифов, Владислав Рашидов, ВЕТТА-24